МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы президента референдума вступления в Евросоюз пройдут в Молдове 20 октября. Решение об этом утвердил парламент на заседании в минувший четверг. Не обошлась встреча депутатов и без сюрпризов. Представители оппозиционных партий заявили о создании парламентской группы Виктория Победа. Возглавил группу Василий Боля. Вошли в нее 9 депутатов, представляющих шанс, возрождение, альтернатива и сила спасения Молдовы, блок Победа, который возглавляет Илон Шор, и партию Шор, объявленную в Молдове вне закона. В четверг вечером стало известно, что депутаты одобрили проведение выборов президента и референдума о вступлении в Евросоюз в один и тот же день. Вопрос этот обсуждался около двух месяцев. В марте президент заявила, что обратится с этой просьбой к парламенту. Затем оппозиция жаловалась в Конституционный суд, требуя не принимать это предложение. Конституционный суд, тем не менее, признал инициативу, не противоречащую основному закону страны. И после этого парламентское большинство приступило к рассмотрению документов и в итоге одобрило их. Таким образом, теперь известно, что выборы президента Молдовы и референдум, где люди выскажутся о том, хотят ли они присоединиться к Евросоюзу, пройдут 20 октября. По итогам консультации с академической средой гражданским обществом у второй статьи будет следующее содержание. Выносится на референдум проект закона о изменении Конституции РМ выраженным путем вопроса, поддерживаете ли вы поправки в Конституцию, касающуюся присоединения РМ к ЕС. Обращаю на это внимание, поскольку мы, авторы, посчитали правильно и разумно отредактировать эту часть, чтобы исключить любые ошибки, чтобы, соответственно, представить больше ясности. Оппозиция проект раскритиковала и потребовала исключить его из повестки дня, ссылаясь на отсутствие национального консенсуса. Фракция социалистов и коммунистов выступает против проведения референдума в один день вместе с выборами президента страны, против попыток изменить Конституцию в обход ее положения и намеренно обратиться в Конституционный суд для признания вопроса, который предлагается вынести на референдум, признать неконституционным, а также обратиться в Венецианскую комиссию для получения компетентного мнения. Проведение выборов президента и референдума в один и тот же день критиковали представители оппозиции, которые даже обращались в Конституционный суд, заявляя, что намерение правительства о проведении референдума незаконно. Документ в высший суд подавали Диана Карман, Владимир Воронин и Влад Батрынча. Однако суди с их аргументами не согласились, заявив, что практика проведения референдума и голосования в один и тот же день широко распространена в европейских странах. Это увеличивает явку на выборах и снижает расходы. Эксперты Промолекс говорили, что инициатива, исходящая от Майсанду, которая будет баллотироваться на второй срок, позволит ей оттянуть голоса в свою сторону. Однако Конституционный суд предложение президента все же одобрил. Заседание депутатов в четверг не обошлось и без внеплановых событий. В парламенте была сформирована новая группа, в которую вошли 9 депутатов, представляющих оппозиционные партии, в основном так или иначе связанные с осужденным за кражу миллиарда Илоном Шором. Дома Марина Таупер. Ва муцумеск. Депутаты вошедшие в парламентскую группу Victoria Победа заявили, что ждут присоединения к ним других народных избранников, однако желающих нашим журналистам встретить в парламенте в четверг не удалось. Дома Болея, если вы приходите, скажите, дам Новак, адерайте на победу. Что вы говорите? Дэнсо? Политологи же считают, что в наличии группы аффилированных депутатов в молдавском парламенте весьма заинтересован Кремль. Более того, по их словам, Москва попытается привлечь в эту группу и других законотворцев. Этот шаг следует приписать скорее Кремлю, чем Шору, потому что Шор основал этот блок в Москве. Геополитическая повестка Кремля в настоящее время совпадает с повесткой дня группы Шора. Мы можем ожидать, что группа вырастет за счет БКС, предполагая, что оттуда выйдут еще несколько человек. Не исключаю, что между группой Шора и блоками Додона и Воронина могут состояться переговоры с целью вернуть свои сферы влияния. Напомним, блок Победа был создан в Москве несколько недель назад. В его состав входит политформирование, которое связано с Илоном Шором, приговоренным здесь к 15 годам лишения свободы и объявившим недавно о получении российского гражданства. При этом и глава молдавского отделения Интерпола Виорел Центиу и начальник полиции Молдовы Виорел Черноуцану не раз заявляли о том, что о решении Шора перебраться из Израиля в Москву известно давно, но выдавать осужденного российский Интерпол не соглашается, несмотря на то, что между странами налажен механизм обмена преступниками. В эфире программы Кутияне Агры на ТВ8 Виорел Черноуцану заявлял, что в Москве Илон Шор базируется с 25 февраля, поскольку оттуда ему удобнее управлять делами перед выборами президента Молдовы. Татьяна Радукану, которая состояла в комиссии приветинг, проводящей внешнюю оценку судей и прокуроров, претендующих на места в высший совет магистратуры и прокуроров, освободила должность. Ее заявление об отставке принял парламент. Связано решение Татьяну Радукану с информацией, сначала появившейся в сети, а потом подтвержденной антикоррупционной прокуратурой. Учреждение ставит под сомнение неподкупность Татьяны Радукану и утверждает, что в прошлом она сотрудничала с Вячеславом Платоном и Аурелью Каленко, одним из адвокатов Илона Шора. Обсуждался этот вопрос и в эфире нашего телеканала. Президент Майя Санду заявила в программе Кутияне Агры Плюс, что пока не получила достаточных доказательств для того, чтобы исключать Татьяну Радукану из высшего совета безопасности. Информация о том, что антикоррупционная прокуратура, подозревая Татьяну Радукану в связях с Платоном и Шором, появилась в сети во вторник. Портал телеграф.мд опубликовал документ, под которым якобы была подпись Вероники Драголин. В письме содержится информация о том, что Татьяну Радукану может действовать в интересах Вячеслава Платона и адвоката Илона Шора Аурелио Каленко. Далее сообщается, что антикоррупционная прокуратура якобы обнаружила в телефоне сотни сообщений с 2014 года, в которых Платон и Каленко обсуждают свои отношения с Татьяной Радукану. Адвокат утверждает, что она на 100% будет их человеком. Антикоррупционная прокуратура указывает на наличие подозрений о том, что Вячеслав Платон и Илон Шор хотели внедрить в комиссию по оценке судей и прокуроров человека, которого они могли бы контролировать. Мы обратились за комментарием и к Вячеславу Платону, и к Аурелию Каленко. И оба они заявили, что не помнят разговоров о Татьяне Радукану. Я не помню, чтобы у меня были какие-то дискуссии с госпошой Радукану на определенные темы. Но могу вам сказать, я слышал, что Платон якобы влияет на комиссию при бетинг, но не от Татьяны Радукану. Накадясь в судебной системе, я очень уважаю этого человека и, возможно, мы встречались в 2013 году. Но 10 лет назад мы с ней не виделись и не общались, но я говорю, что она очень честный человек. А по поводу самой переписки скажу лишь одно, что господин Каленко никогда ничего не пишет. Он разговаривает только голосом. А в дискуссии без смс-ки были разговоры по поводу Татьяны Радукану? Или не помню? Слушайте, смотрите, это было 10 лет назад. У меня за эти 10 лет такие штормы попадали, такие передряги, что, откровенно говоря, я о некоторых людей даже забыл. Возможно, были, возможно, нет. Честно говорю, не помню. В антикоррупционной прокуратуре нашим журналистам в тот день о письме ничего конкретного сказать не смогли. Однако спустя примерно сутки учреждение выступило с официальным комментарием. Антикоррупционная прокуратура проинформировала руководство страны и председателя комиссии при веттинге, комиссии веттинга, а также лиц, чьи основные права были нарушены. АП обязаны уважать и применять закон, в том числе положение Конституции Республики Молдова, которые защищают основные права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека, включая право на справедливое судебное разбирательство. Отмечается в сообщении. Учреждение Татьяны Радукану после случившегося направила в парламент заявление об отставке и заявила, что обвинение, которое выдвигает в ее адрес антикоррупционная прокуратура, не соответствует действительности. По ее словам, цитата, «единственная цель этого письма – очернить процесс при веттинге веттинг и служить интересам некоторых коррумпированных и криминальных кланов, которые хотят заблокировать очищение правосудия и оставить все неизменным». Мнение о том, что предпринимается попытка помешать независимой оценке неподкупности, выразили и в Центре правовых ресурсов. Госпожа Радукану голосовала за снятие иммунитета с судей Каленко и не баллотировалась на пост главы ВСМ отправить письма людям, не прошедшим проверку на неподкупность всего через две недели после возбуждения уголовного дела без публичной проверки фактов и со ссылкой только на дискуссию двух скандально известных людей, состоявшуюся 10 лет назад, выдает истинную цель этого шага – заблокировать прокурорами АП возможность оценивать их неподкупность. Вероника Михайлов-Мурару заявила, что уход Татьяны Радукану не окажет никакого влияния на процесс внеочередной проверки судей и прокуроров. «На процесс веттинга это никак не повлияет. Еще раз повторю, что у нас есть три комиссии, которые проводят внеочередную оценку. Это независимые комиссии и коллегиальный орган. Как вторая, так и третья комиссия обладают необходимым кворумом и продолжают свою деятельность вместе с остальными пятью членами. Более того, я знаю, что парламент принимает необходимые меры для назначения замены этих лиц другими. Конечно, есть признаки сопротивления и попыток дискредитировать эти реформы». Парламент отставку Татьяны Радукану принял, однако председатель законодательного органа Игорь Гроссу заявил, что прочел письмо антикоррупционной прокуратуры, но изложенные в нем аргументы его не убедили, а также раскритиковал деятельность учреждения и непосредственно его главы Вероники Драголин. «Я редко высказываю и скажу лишь, что вилами по воде то, что я там прочитал. Такое, знаете ли, можно предъявить любому. Вот стоят двое и разговаривают. Может, за стаканом вина, может, нет. И начинают бравировать в отношении кого-то третьего, которого, может, даже не знают и не видели в своей жизни. Другими словами, когда выступаешь с подобными твердыми утверждениями, сразу же предъявляешь доказательства, если так уверен. Любой человек на этой земле может сказать, ты его знаешь? Ну а как же, конечно, а что такое? Да вот встретил его, да вот сказал. Сказки все это. Мы серьезные люди. Это качество прокурорского расследования. Вместо того, чтобы расследовать громкие резонансные дела, пытаются скомпрометировать оценочную комиссию. Я недоволен всей деятельностью этой системы, которая не работает. И те, кто стоит во главе системы, должны взять на себя за это ответственность». В эфире программа Кутея Нягры на ТВ-8. По этому поводу высказалась и президент Молдовы. Майя Санду заявила, что ей предстоит ознакомиться с доказательствами, чтобы принять решение об исключении Татьяны Радукану из Высшего Совета Безопасности, поскольку аргументы, которые глава государства получила, пока что не кажутся ей достаточно убедительными. Также, по словам главы государства, дела в стране шли бы гораздо лучше, если бы прокуроры также активно боролись с коррупцией, как борются с системой оценки. «Я видела обвинения, но не увидела доказательств. Более того, хотелось бы спросить, почему эта информация, если это действительно правда, появилась в публичном пространстве только сейчас. Насколько я понимаю, обвинения базируются на событиях, которые имели место 10 лет назад. Мне интересно, какой прокурор вынашивал эту информацию в течение 10 лет, решил ее обнародовать только сейчас. «Я видела, что госпожа Радукану подала в отставку. Будет назначен новый член оценочной комиссии, а эти обвинения будут проверены». После принятия парламентом ее прошения об отставке Татьяна Радукану направила в СМИ письмо, где снова прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что согласилась войти в комиссию при Уэдинг два года назад, хотя, по ее словам, подвергалась нескольким клеветническим кампаниям. Она отметила, что ее объяснения с самого начала подтвердили бы необоснованность любых подозрений. Радукану также выразила готовность сотрудничать с расследованием, чтобы прояснить выдвинутые против нее обвинения. Глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин в эфире одной из телепрограмм заявила, что сообщения, упомянутые в этом письме, не с телефонов конфискованных у Вячеслава Платона в 2016 году. По ее словам, информацию она получила в начале апреля, после чего последовала экспертиза, а в конце того же месяца был инициирован уголовный процесс. Также Вероника Драголин заявила, что обратилась к прокурорам и судьям, которые не прошли проверку комиссии при Уэдинг с участием Татьяны Радукану, проинформировав На следующей неделе Молдова планирует подписать с Евросоюзом соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Документ говорит о том, что ЕС возьмет на себя обязательства в укреплении возможностей нашей страны не только в части защиты от кибератак и дезинформации, но и в том, что касается военного потенциала. Эксперт утверждает, что это соглашение не окажет влияния на нейтральный статус и суверенитет Молдовы. Подтверждает это и министр иностранных дел. По словам Михаила Попшоя, документ носит исключительно политический характер, не обладая статусом международного договора и не выходит за рамки Конституции Молдовы. Информация о планах о подписании соглашения на следующей неделе сперва появилась в зарубежной прессе, затем с разъяснениями выступило Министерство иностранных дел Молдовы. По сути, партнерство будет функционировать как зонтичное соглашение для всех видов взаимодействия между Республикой Молдова и Евросоюзом. Речь идет о таких областях, как помощь ЕС для повышения устойчивости нашей страны, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору через Европейский фонд мира. В то же время Республика Молдова будет участвовать в миссиях ЕС по кризисному регулированию и интегрированному управлению границами. Говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Спустя день с комментариями относительно подготовки к подписанию соглашения с Евросоюзом дал и министр иностранных дел Молдовы. Михаил Попшой заявил, что документ не будет носить статус международного договора и будет основываться исключительно на политических обязательствах, которые никак не повлияют ни на суверенитет нашей страны, ни на ее нейтральный статус. Это не зеркальное реагирование на какие-то определенные ситуации или опасности. Мы знаем обо всех существующих угрозах. Это партнерство по факту создается для внедрения нашей стратегии национальной безопасности. Это соглашение не предполагает перебрасывание в Молдову иностранных военных. Этот документ не подписывается в таком ключе. При этом иностранные СМИ в день, когда стало известно о готовящемся подписании документа, сообщали, что Молдова по требованию этого соглашения увеличит обмен информацией, проведет совместные военные учения и будет включена в совместные закупки оружия, а также интегрирована в инициативы, связанные с европейской оборонной промышленностью и оборонными миссиями ЕС. Михаил Попшой опроверг эти предположения, отрицательно ответив и на вопрос о том, не собирается ли Молдова посредством этого партнерства бросить вызов России. Соглашение о партнерстве будет подписано в кратчайшие сроки и в кратчайшие сроки текст документа будет обнародован. И все эти спекуляции и попытки сделать это событие каким-то сенсационным не будут ничем никому полезны. Мы уже выступили с публичным объяснением, в том числе речь идет и о заявлении, которое мы опубликовали. Это политическое соглашение, которое охватывает уже существующее сотрудничество. Абсолютно ничего выходящего за рамки тут нет. Это партнерство, которое окажет нам помощь. Этот документ будет полезен для Республики Молдова. Он не нарушает никаких законов и полностью вписывается в рамки нашей Конституции. Журналисты ТВ-8 пообщались по этому поводу и с экспертами по безопасности. Интервью было сделано за день до заявлений главы молдавской дипломатии. Однако мнения тут не разошлись. Понятно, что этот договор не предусматривает военного вмешательства или дополнительных гарантий безопасности. Но он увеличивает потенциал, с которым Молдове придется иметь дело, особенно в отношении гибридной войны. В публичном пространстве уже циркулируют дезинформационные сообщения о том, что Республика Молдова передаст всю полученную спецслужбами информацию Европейскому Союзу или уступит часть своего суверенитета. Это рядом не стоит с истиной. Фактически, мы становимся свидетелями того, что ЕС хочет помочь нам в укреплении обороноспособности, которая у нас сегодня такая, какая есть. В заявлении, сделанном МИДом Молдовы накануне говорится, что Евросоюз посредством партнерства будет оказывать Молдове помощь в повышении устойчивости, кибербезопасности и борьбе с дезинформацией. Также помощь через Европейский фонд мира будет оказана и оборонному сектору. А Молдова будет участвовать в миссиях ЕС по кризисному регулированию и интегрированному управлению границами. Этот документ не получит статус международного договора и содержит только политические обязательства. Неделю назад наши журналисты выпустили репортажи о резко упавшей популярности программы «Примакассы» и о том, что государство намерено найти решение для спасения проекта, который оказался на грани банкротства. А уже в минувшую среду стало известно, что программа совсем скоро получит новую жизнь в один год с выборами президента Молдовы. Об этом Айсанду сообщила 15 мая, приурочив ко дню семи новость о скором запуске программы «Примакассы-плюс». По словам президента, она станет более привлекательной версией концепции ипотечного кредитования, запущенной в 2018 году правительством Влада Плохотнюка. 15 мая в Международный день семьи президент Молдовы заявила о том, что государство займется восстановлением привлекательности программы «Примакассы». Видеообращение Айсанду разместила администрация президента. «Примакасса-плюс» «Примакасса» 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 указания относительно работы над программой. К следующей неделе мы должны завершить программу «Примакасы Плюс». Я попрошу Министерство финансов, Министерство труда и соцзащиты совместно с Организацией по развитию предпринимательства, чтобы к концу недели у нас всё было готово. И уже на следующей мы смогли бы объявить запуск программы «Примакасы Плюс». При этом в 2018 году, когда правительство Плохотнюка объявило о запуске программы, оппозиционная тогда партия «Действие и солидарность» была одними из самых яростных критиков проекта «Примакасы». Затем сравнительный анализ, проведённый ПАС, показал, что кредиты, которые предлагаются в рамках государственного проекта, содержат высокие риски. Несмотря на данные, которые были получены по инициативе ПАСа, сегодня, спустя три года после прихода к власти, правящая партия намерена возобновить работу программы. При этом официальная статистика говорит о том, что в 2023 году для «Примакасы» было выдано всего 60 кредитов. В 2019 жильё по программе приобрели 2700 человек. Наши корреспонденты не так давно общались с экспертами по недвижимости, которые объяснили, с чем связано падение популярности государственной программы. Процент «Примакасы» в прошлом году был самым высоким с момента запуска. Пакет документов довольно объёмный. В том случае, если с годами семья расширяется и решает переехать из одного жилья в другое, процедура продажи его гораздо сложнее, чем в банке. Чтобы купить другую квартиру, вам придётся погасить кредит в стопроцентном объёме. Ещё одна причина снижения привлекательности программы – максимальная сумма, которую может предложить банк. Сейчас речь идёт о том, что стоимость жилья не должна превышать миллион леев, то есть чуть больше 50 тысяч евро. Но дело в том, что цены на жильё с 2018 года существенно выросли, и теперь квартиру площадью 60 квадратных метров можно купить в Кишинёве не меньше, чем за полтора миллиона. Сегодня молодым семьям или людям, у которых ограничен бюджет, очень сложно подобрать что-то привлекательное за один миллион леев. Я бы даже сказал, что таких предложений фактически не существует. Суммы, которые можно получить в банках, гораздо выше той, которую предлагает Примакаса. Её нужно как минимум удвоить, тогда граждане станут вновь обращаться к этой программе. Но при условии, что и первый взнос будет гораздо меньше. В 2022 году популярность программы резко упала. Люди, которые приобрели жильё по программе Примакаса, осознали, что будут теперь платить ежемесячно на несколько тысяч леев больше. Случилось это после того, как банки повысили процентные ставки. Тогда люди провели серию протестов в центре Кишинёва, а затем правительство выступило с решением. Максимальная ставка, применяемая банками, ограничилась тремя процентами, а государство взяло на себя расходы по половине сумм, которые прибавились к выплатам после повышения. А совсем недавно министр финансов Молдовы заявил о намерении властей вернуть Примакаса прежнюю привлекательность. Прежде всего, речь идёт об увеличении суммы. Скорее всего, мы можем рассчитывать на 2,5 миллиона леев, но ещё будет видно. Мы говорим о том, что люди должны получить от этого выгоду. В конечном итоге, мы должны предоставить эту возможность гражданам, которые работают в Молдове и платят тут налоги. И мы должны понять, насколько возможно увеличить количество этих субъектов, которые обладают правом подавать декларации. Также речь идёт о гарантированной государством квоте. Она составляет 70%. Но, возможно, мы сможем обсудить увеличение этой квоты, чтобы стимулировать банковскую систему инвестировать в этот проект и участвовать в нём. Сейчас по программе Примакаса куплено чуть более 8200 квартир и домов на сумму 4,5 миллиарда леев. Прежние условия программы говорили о том, что воспользоваться ею может любой гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет. Кредитный договор может быть заключён на срок до 25 лет. При этом государство гарантирует 50% от суммы сделки. Заявитель должен внести минимальный первоначальный взнос в размере 5% от стоимости жилья. Это были новости минувших дней. Такими их запечатлили корреспонденты нашего телеканала. Оставайтесь вместе с ТВ-8, чтобы не пропустить всё самое интересное. Всего доброго и берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...